Сбербанк России активно развивает китайское направление. Ведущая финансовая компания России заявила, что в следующем году собирается выпустить облигации, номинированные в юанях. Сбербанк России также собирается быть организатором в аналогичных сделках для других компаний. Новость очень логично ложится в контекст разворота российской экономики на восток и сотрудничества с Китаем. Размещая облигации в юанях, Сбербанк России обходит санкции и с высокой вероятностью привлечет новых инвесторов в акционерный капитал. Что, естественно, положительно скажется на капитализации. Сбер наиболее эффективная из крупных российских финансовых компаний. Китайские инвесторы с высокой вероятностью с удовольствием будут инвестировать в данные бумаги. С нашей точки зрения в ближайшие полтора года Сбербанк станет самой дорогой компанией в России, обойдя Роснефть. Роснефть – это отдельная история. Сейчас котировки акций ведущей нефтяной компании поддерживают разговоры о приватизации. Однако надо помнить старое правило – покупай на ожиданиях, продавай на события. С точки зрения фундаментального анализа справедливая цена акции Сбербанка около 200 рублей. Очень хороший апсайт. Поддержку капитализации Сбера оказывают не только китайские проекты, хорошие финансовые результаты, улучшение макроэкономического фона, но и политика ЦБ. Постоянная зачистка банковской системы ведет к концентрации активов и капитала в наиболее крупных, прежде всего, государственных банках. Мы рекомендуем покупать акции Сбера на среднюю и долгосрочную перспективу. Продолжение следует...